Всем привет! Я сегодня нахожусь в музее военно-воздушных сил Америки. Здесь у нас в штате Юта, неподалеку от города Солт-Лейк-Сити и города Огден. Находится этот музей по дороге Ай-15 и съезд 338. Музей старинных самолетов в основном. Часть его расположена на улице и часть расположена внутри. Сейчас я буду гулять, рассматривать эти красивые самолеты военные и показывать вам. У нас вовсю весна. Вот такой сегодня ветреный день. Прохладный. Градусов, наверное, 10 максимум. Плюс вот эта махина вообще. Назывался он Глабмастер. Огромный самолет. Перевозчик, транспортировщик. Вон в него как загружали раньше. Это в каком, получается, он? Года сервиса этого самолета были 1950 по 1974 год. 1950 по 1974 год. И он использовался в транспортировке в основном. Классный. Красавец. Он тоже фотографирует люди. Такие они красивые. Я читала на сайте, что, во-первых, вход сюда бесплатный. И работают здесь как бы сами работники музея, а также волонтеры, которые помогают содержать вот эти самолеты в хорошем состоянии. Но те, которые, конечно, на улице стоят, понятное дело, они немножко помоченные природой, но погодой, тем не менее, в неплохом состоянии. Это что у нас? Какой самолет? Он был у нас с 60 по 80 год в сервисе. И он... Вот так я читаю здесь. Ему нужна была очень короткая дорожка для подъема и посадки. Использовался он во Вьетнаме этот самолет. Классный. Тут поменьше самолетик. А вон тот еще с пропеллером идет. Вот. Это что у нас? Какой красивый. Ой, какой классный. Надо почитать, что за самолет вот этот вот. Красота. Вот наши горы. С видом на горы все это дело. И здесь неподалеку, кстати говоря, прямо вот буквально за этим забором, находится настоящая американская военно-воздушная база. Вот. Вот. Вон полетел истребитель. Здорово! Здесь периодически проводят всевозможные. Вон еще один летит. Они часто летают. Учения проводят. Проводят они свои эти выступления. Можно приехать посмотреть. Как красивый. Так. Что у нас здесь написано? Lancer. Boeing. BIB. Lancer. До сих пор используется. Он в воздушных силах с 1986 года. Let's see. То есть вот он самый большой носитель ракет на данный момент. И на долгие расстояния может он лететь. У него очень хорошая маневренность. Как правильно я не знаю сказать. И скорость благодаря своему дизайну и эргономическому. Какая красавица. Мощь. Это у нас старинный самолетик. Мужчина ждал, наверное, пока я выйду в сторону. Чтобы он мог меня пофотографировать. Это тоже более старый самолет. Они тут вовсю летают. То есть они здесь тренируются неподалеку. Вон он пошел на посадку. Вену. Джет по-английски. Это у нас вертолет. 1001. Я сразу вспоминаю фильм «Горячие головы». Здорово. Это у нас кто? Фантом. 63 по 96 год использовался он. «Фантом-2». В любой погоде бомбардировщик использовался в Юго-Западной Азии. Северный Вьетнам он летал. Этот самолет используется на авианосцах. Был он произведен в Миссури, в штате Миссури, в Сент-Пойсе. Больше похож на пассажирский самолет. Тел готов. Ветер. Ты еще один бомбардировщик. Маленький такой. Точно горячие головы. Вот этот они называют, что ему не было подобных в свое время. С 79 года, но в настоящий момент, в принципе, они на службы. Эти маленькие самолеты. где у нас тоже тактикал файт. Собственно говоря, до сих пор он используется. Нажми на кнопку и откроется дверь. Не знаю, на каком языке написано. Либертаз над Свобода. Наверное, Свобода всем. Может быть. Не знаю. Ой, какая пика. Я даже не заметила сначала. Пойдем посмотрим на вот этот огромный красавец. Какой сильный ветер сегодня. Прям так прохладненько. И тут у нас старинный самолет. Вот такой красавец здесь у нас стоит. Вот они здесь выстроены в линейку. Красавцы. Так, пойдем посмотрим, что у нас за этот самолет. Скаймастер. Мастер небес. С 42 по 75 он перевозил supplies. Это как они по-русски-то товары всевозможные. Наверное, оружие, что-то такое. Еду в Европу и на фронта Тихого океана. Во Вторую мировую войну. Да, еду перевозила. Молоко. Вот там прямо написано. Уголь. Всякое такое. Припасы, короче. Еще один. Красавец. Вот это немножко... Погода, конечно, его чуть-чуть помяла. Но он светохаки у нас идет. Давно я хотела в этот музей приехать. Но все никак. Я говорю, тут вход бесплатный. И они таким образом хотят привлечь интерес, особенно молодого поколения, к военным, к самолетам в частности. Военным самолетам и вообще службы в армии. Какой классный. А этот у нас был с 1956 года до настоящего момента используется. И он у нас... Может, он подниматься из грязи был способен. Очень такой... В разных погонных условиях мог использоваться. И он тоже перевозчик грузов. И с него сбрасывали грузы. В тыл врага. Грубо говоря, своим. Вернее, своим. В тыл врага. В тыл врага. Можно было спросить, вон, как низкая посадка у него. Классный. Так, пойдем дальше. Что у нас здесь? Тоже какой-то, видимо, бомбардировщик. Только старенький. Вот этот какой смешной. Straight flash. Прямая смывка. Вообще, это я в фильмах много тоже видела, что у них на старых самолетах особенно картинки были всякие такие смешные. Этот был у нас с 44 по 60 год. И самолет подобного образца сбросил первую в мире атомную бомбу. Поэтому это B-29 у нас самолет. Вот так. И дальше. Много их здесь выставлено. А внутри в помещении там еще различные маленькие самолетики, еще более старинные самолеты и вертолеты. Есть. Можно посмотреть. Большой какой. Ой. Но ветрище сегодня просто вообще невыносимый. Тоже какой огромный. Такие здоровенные турбины. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я стараюсь прикрывать микрофон от ветра рукой, чтобы не было помех. Но, наверное, все равно будет немножко слышно. Красавцы. Этот у нас был с 51 по 77 революционный бомбардировщиков B-47. Использовался во время холодной войны. его, как бы, грубо говоря, изобрели очень мощный. Он был сделан для того, чтобы в случае войны с СССР можно было бросить атомную бомбу, но он свои миссии так и не выполнил. Потому что, слава богу, к счастью, никакой войны не было. Была только холодная. Вот какой красивый. Тоже его цвета хаки. Как облачко сделали. Чтобы летишь, летело, а думаешь, что это облако. Уж не знаю, насколько это возможно было замаскировать. Тем не менее. Вон еще один какой-то. О, красавица. Большая машина, конечно. Так, тут у нас что? Вот он, знаменитый B-52. Использовался он с 1955 года до сегодняшнего дня, собственно. Говоря, он находится в службе. И он на дальнее расстояние летает. Тяжелый бомбардировщик. Запускать может эти боеголовки с воздуха. И далеко с дальнего расстояния. Вот так. Я его знаю почему. Потому что есть такой коктейль. B-52 он называется. Собственно говоря, первое упоминание о нем. Попробуем. Так. Ну и последний. Большой здесь. Потом с другой стороны можно пройти. Тут я не знаю, что такое. Тут далеко идти. Что-то типа как огромная ракета. Ну какой он здоровенный. Даже ему люки эти. Как его... Не люки, а как... Забыла как они называются правильно. Чтобы они закрыли. Чтобы туда ничего не накидало. Ветром не надуло. И людьми. Наверное. Воздушно... Военно-воздушные силы Америки написано. Крацавец. Так. Тоже до настоящего момента. С 56-го года. Он используется. Он мог... Доставляет, собственно говоря, топливо для джетов. Для истребителей. И может хорошо лететь с той же скоростью, что и истребитель. Для того, чтобы успешно заправить его. Очень важная работа. На воздухе заправлять самолеты. Так. Ну все. Идем обратно теперь. Смотреть на другие самолеты. Ну вот. Тут у нас пару ракет. Красивые горы на заднем плане. А вот еще несколько. Там дальше. А вот, кстати говоря, между делом, моя сестренка и блогер из Дани. С Шохером. Привет всем. Привет. Ну мы как-нибудь с ней еще пообщаемся официально на камеру. Но сегодня... Так. Поздороваемся. Пока. И я пойду дальше рассказывать про самолеты. Она только что снимала видео для своего канала. Если кому интересно будет. Skyline CPH у нее канал называется. Она показывает про Данию. Так как живет в Дании, собственно говоря. И вот пока навещает меня здесь в Йоти. Мы ходим вместе снимаем. Это какой-то у нас самолет. Что у нас тут? До 1856 до 1880 года. И он у нас занимался. Летал во Вьетнаме. Он транспортировал. То есть он транспортировал товары. Ну как карго. Это по-английски карго. По-русски различные боеприпасы. И такого плана транспортировал. И людей. В Вьетнамскую войну. Красавец. Жалко. Сегодня ветер сильный. Только что так погода хорошая. Не холодно, собственно говоря. Но далеко и не жарко. Почти все. Я прошла уже на улице. И можно идти вовнутрь. Это у нас Си-119. Тоже какой-то транспортировщик. С 1949 по 1974 год. Четыре человека. У него было управляем. Управляемые четырьмя людьми. И... Тоже он во Вьетнаме участвовал. Людей и товары, грузы. Не товары, а грузы. Нашла слово. Тоже небольшой пассажирский перевозчик. Впереди там. Тут у нас называется Самаритянин. Самолетик до 1990 года. С 1950 до 1990 использовался. Перевозил он раненых. Это медицинский самолет. Под названием Самаритянин. Собственно говоря, подходит название. Такой небольшой, легкий. Вот еще один. Вот на нем сейчас уже нету Красного Креста. Но фотографии старинные. И там был еще Красный Крест на нем. Здорово. Flying Classroom. Летящая классная комната. С 1950 по 1990 это была школа в самолете. На самом деле там учебный видимо самолет. Вот. И тренировались на нем. Вот так. Ну все, наверное, пора уже идти вовнутрь. Смотреть, что там. Такая у нас здесь есть красота. Музей. Давно я собиралась сюда приехать. Наконец-то приехала. Этот маленький. Он использовался в учебных целях. Также для того, чтобы составлять карты местности. Фотографировать сверху. Кое-что перевозил по мелочи. И вот он использовался во Второй мировой. И вышел из флота в 1963 году. Он был на работе с 1937 по 1963. Использовался для разных целей. Для перевозки персонала в небольших количествах. Вот. Для тренировок и тому подобное. И фотографировать. А этот у нас вертолетик. Этот использовался, наверное, на авианосцах. Возможно. Рабочая лошадка. Workhorse так и называется. И использовался он с 1952 по 1965. Вот. Что у нас тут. Тоже транспортировщик. Тяжелых. Всевозможных тяжелых грузов. Летал на спасительных операциях. По розыску и спасению. По всему миру. Использовался он также во Вьетнаме. Ну вот. Теперь идем вовнутрь. Вот там располагается еще одна часть музея. Уже внутри. Это я буду снимать во втором видео. Показывать. Ну вот так. А пока. Всем счастлив. Хорошего настроения. Если вы живете или находитесь здесь по проездам. То рекомендую. Интересное место.